Привет, меня зовут Нортон, на канале Рокетплей, и сегодня пятница, а значит что? А значит, я наконец-то научился запоминать дни. Шучу. Сегодня у нас Вальхейм, тот, который был на стриме, тот, который был на сериях, тот, который сейчас популярен, поэтому Вальхейм. Начинаем, продолжаем. У меня чувак почему-то... А, ну правильно, я же не успел одеться. Я на стриме шушуть умер. Я почти достроил дом, я шушуть умер. Я успел все позабирать, что я, собственно... И я, кажется, понял, в чем моя ошибка, почему я... Ничего не смог. О, пошла загрузка, хорошо. Как-то долговато как-то это было. Пошла загрузка, я ничего не смог, потому что я, собственно... Здравствуйте. Потому что я, собственно, крафтил только через молоток. А крафтить-то надо. Через висак, понимаешь? Логично же. Я оделся? Нет, я не оделся. О! Холщовая туника. Охолщить. Хорошо. Это что? Это древесина такая? А, это у нас... Все правильно. Стрелы у меня уже есть, и да, у меня уже есть. Эти три еды у меня мигают, я еще раз поем. Все этой радости я, наверное, сделаю... Увозь так, чтобы у нас это все было... Слегка рядом, потому что не люблю, когда оно в разных слотах. Вот это вот все дело... В смысле? Оружие, наверное, вот сюда мы все-таки вынесем. Камешки мы рядом положим. И вот эту вот штуку, наверное, тоже рядом сюда положим. Обломки костей, я не знаю. Наверное, что-то мы из них можем крафтить. И, собственно, у меня вот это все. Я с этим ходил, я поэтому ничего не мог. Меня часто убивали. Оказалось, что как бы верстак... Вот сколько дофига всего-то, понимаешь, в чем дело-то. Ой, чинить мы можем, наконец-то. А, оно автоматически. Это как хорошо. В смысле? Кто это? Не понял. Здрасте. Мамочки. А то там. А то и такой злой. Ну, кабан лазить, я вижу, еще. В плохом состоянии факел у нас сразу автоматически. Или то они такие дикие, да, что прям такой крик жуткий у них. Нифига себе. Дождь красивый очень. Нифига себе. Оказывается. Костер у нас все еще топливо, да, осталось. Стойка для готовки мне, по-моему, не нужна. Я мясо не собрал, нет. Дуб. Хорошо. Дуб ногой, это зуб. Факел у нас в плохом состоянии. А, факел сразу все. То есть, если мы под воду, факел сразу все. Но при этом за факел дрова у нас не добавляются. Хорошо. Лук. Есть чеснока, нет. Один. Апгрейд, наверное, да, можно мы? Раз горит один. Деревянный ствол тоже. Один. Холщевые штаны. Мы можем... То есть, я без штанов бегаю? В смысле? Давай состатим, конечно. Подождите. Я без штанов бегаю. Как это? Как это я без штанов бегаю? Ты чего? Давай прекращай. На так вот это в слот. Возьмем факел. Ну да. Похоже на то. И дай попробуем одеть холщевые штаны. Что поменяется? Да, реально, я без штанов бегал. Гениально. Значит, защита у нас... Где показ? Ой, не снимай, не снимай, не снимай. Ты что делаешь? Я пошутил. Одевайся, я промазал. Броня один. Броня один, броня один. То есть, у меня броня всего два. Это очень плохо, потому что это очень мало. Теперь я могу щит сделать. Чего? Бешеный щит какой бешеный. Психует постоянно? А, грубый и тяжелый, ну да. Лук. Собственно, что мне интересно? Мне интересно вот это, потому что... Ну что, за острянного кремния... В смысле, а что он слабенький такой? Режущий шесть. Удар в спину десять. А только что он слабенький-то такой? В смысле? Удар в спину три. А, ну удар в спину у нас больше гораздо. Бонн с парированием почему-то у него больше, хотя он, судя по всему, маленький. Это странно немножко. Топор у нас появился новый, вот в чем разница. Это каменный, а это кремниевый топор. Выглядит гораздо хуже почему-то. Но режущий двадцать у него урон. И это все, что меняется. Но мы можем, судя по всему... Нет, только вот это вот дело мы можем апгрейдить. Разница только в том, что броня. И каменный топор мы пока можем апгрейдить. А у него тоже станет режущий, собственно. А, то есть мне нужен необходимый уровень стойки два. А уровень стойки я как могу апгрейдить? Мне, конечно, очень... Подожди, у меня нету, наверное... Я же выкинул, да. Я выкинул молот. Давайте создадим. Поскольку у нас хватает ресурсов. Сюда перенесу, чтобы они рядом были. Золото я уберу сюда. Янтарь, наверное, тоже сюда. Это ценное. Факел, наверное, сюда. Молот, наверное, на шесть. Дубину рядом. Кожу, зачем сюда нет? Давай стрелы. Вот так будет, мне кажется, правильно. Шесть. Так. Поставить, удалить, повернуть. Хорошо. Ремесло. Ух ты. Не выполнено условно. В смысле? Я просто нажал, и у нас раз появилось. Улучшение... Ааа, вот что улучшение верстака. Мне нужно десять кремня. У меня кремня только девять, потому что я не сделал еще топор. Ага, кремень, я насколько в курсе, он появляется у нас. И еда опять заказывает, что тут уже делается. Появляется у нас возле каких-то водоемов, возле края. Вот это вот берега. О, ягоды. Ягода-малина. Мне бы тут не упасть, потому что тут как-то очень... Склон большой какой-то. Это просто камень, да, это просто камень. Мне надо, наверное, поосторожнее с ягодами, потому что я сейчас опять сделаю себе... Блин, ну вода тут красивая, отблески мне очень нравятся. Это здесь... Ааа, это просто карта неоткрытая. Я подумал, что это... Край, где вода. Край, где вода, он... Ой, как далеко. Мне ближе вот сюда бежать. Криктюру нашему. Вот здесь почему-то опять закрылось. Вот тут я последний раз умер, у нас сохранилось. Но при этом я все пособирал, все, что мне в принципе было нужно. Остальное там осталось. Поломанные топоры, и вот это вот все, это бесполезно. Это почему-то была просадка очень сильная. Я, наверное, забыл закрыть браузер. Но на записи я уже этого делать не буду, потому что... Есть шанс того, что она оборвется. Поэтому... Ой-ой-ой. Дождь заканчивается. А то компьютер мой не переживет. А то потрясающую погодную минутку. Хочется я верить, что минутку. У нас еще и туман здесь. Огонь. Так. Древесина пока что нормально. Камни 50 с 50. Все, камни вышли, собираю. Ягоды 50 с 50. Больше... А, 51 уже даже. То есть я уже даже перебрал. Ладно. Погнали дальше. Чувак у нас тоже появился снова. Грейтлинг, который... Почему туда прям просаживается. Ну да, дождь. Дождь-то, конечно, сильно. Надо было, наверное, лечь переспать просто. Это погодное явление. Потому что, как бы, да. И я, наверное, так и сделаю. Вернуть мы немножко поспим, потому что... Очень уж у нас все вот это... Сказывается на производительность. Поэтому надо бы отступить, ретироваться в укрытие. Возможно, я что-то смогу поменять. У меня она и так стоит... А, у меня Full HD, кстати. Я ставил... Вот в чем проблема. У меня Full HD. Я ставил меньше. Я ставил... 1600 на 900. Мне вполне хватало. Я думаю, что вряд ли это... Нет, смотри-ка, поменял. Действительно поменял. Потому что, да, она у меня немножко в натяг идет. Ну, вот сейчас стало гораздо лучше. Да, сейчас стало гораздо лучше. Там при этом у нас солнышко даже, смотри-ка. Какая красота. Но при этом дождь идет. Типа как грибной. А все, да? Слушай, как красиво, блин. Очень красиво. Очень красиво, мне нравится. Надо было бы, наверное, мне сделать сундук дома. И... Да. Я, наверное, именно так поступлю. Я очень много всего с собой ношу. Мне оно не надо. У меня инвентарь, во-первых, захламлен. Во-вторых, я очень многие вещи теряю. Когда меня убивают. Мне приходится бежать. И забирать это все заново. Поэтому я сбегаю. Ой, кабан. Блин, кабан, я тебя не заметил, слышь. Где-то там. Смотри, ударил и убежал. Собак с утвы. О, здрасте. О, кожаные обрывки взял. Хорошо. При этом, насколько я видел, можно, оказывается, у нас... Подкра... Скрытность, смотри-ка, растет. Мамма-мя, скрытность здесь есть. Скрытность 2. Вот к этому дядьке подкрасться. Тихонько его чикнуть. Попробовать. Да. Скрытность ему реально прям огонек как бьем. Так, я взял шкуру оленя, а дубильный станок у нас появился. Новая вещь, которую мы можем крафтануть. Не успел я его ударить, он меня немножко покоцал. Снова обрыв... О, мясо, хорошо. Отлично. Хорошо, замечательно. Кабанчик, сюды. Сюды. При этом он к костру пришел. Как бы они костра боятся. Огня. Это очень странно. У меня почему-то закончилось... А, ну правильно, почему я с плентом бежал. Закончилось в уноса, то есть, несмотря на это, я все равно его смог ударить. А он меня нет. Потрясающе. Да, дождь закончился, все стало гораздо лучше. Так, давай, он автоматически вешает, да? Да, автоматически вешает. А еще две, ой, как я много набрал. Значит, я выложу, наверное, все вот эти вот, типа, сокровища. Все вот это вот дело я выложу пока что у себя здесь. Наверное, мне надо где-то сундук поставить вот тут, что ли. Попытаться, чтобы это все как-то... В смысле? А так у меня не хватает кремния. Ну, кстати, да, было бы неплохо. Не, наверное, вот здесь я поставлю стойку. А сундук попробую здесь поставить, потому что... Все-таки это как-то... Верстак здесь, девясины. А, нифига не получится, он не влазит просто. Под верстак он не влазит, да? Да. Поэтому придется его вставить вот так вот здесь. Так, это готовое мясо. Так вот я его поставлю. Я надеюсь, он влез весь. Все. Теперь я могу в него повыкладывать. Как поэтично заговорил, повыкладывать. Вот это мы выложим. Стрелы я оставлю. Камень я выложу. Деньги я выложу. Янтарь я выложу. Вот это я не знаю, что я выложу. Семена я абсолютно точно по укладу. Перья вот это. Ну, перья, я так понимаю, это для стрел. Цветочки вот этот гербарий замечательный. Вот это вот тоже дело. И семена морковки я выложу. Вот это я не знаю, что для чего. А это трофей. Отрубленная голова. Зачем я их с собой ношу? Ясно. Хорошо. Так, мы взяли и мы отдохнули. Комфорт, бодрость. У нас все прямо по суперскому. Теперь это прям здорово. У меня заканчивается еда, поэтому я могу тут малинку захавать. И грибочки, черничка еще. И могу взять вот эти вот две еды. Надо это делать осторожно, потому что есть шанс напороться. Не в хлам напороться, а в напороться на огонь и загореться. Напороться в хлам, это упороться. Это не то. Вот здесь у меня не хватает немножечко крыши. Как я сумел заметить. Потому что я... В смысле? Потому что я... Ночью это все дело делал. Поэтому чуть-чуть пропустил. Строительство крыша. Есть. Теперь хорошо. Очень странно, что это убирается как-то непонятно немножко. Нет предметов для готовки. Так я не собираюсь. Я, наверное, еды тоже. Выложу чуть-чуть. А, я не выложу. Куда я выложу? Все, у меня хана. Ну и ладно. Побежали, значит, собирать кремний. Наверное, я вот туда в этот раз побегу. Хотя было бы интересно, наверное, добежать. Но я вот отсюда уже. От чудо. Которое сидит перед камерой. И вижу, собственно, вот там что-то. Быстрые ноги у меня появились. Которые что-то там не боятся. Быстрые ноги ничего не боятся. Они ноги. Им боятся как бы это не то. Или это такой просто ряд деревьев интересный? Мне кажется, там что-то есть. Вода! Смотри-ка, как хорошо. То, что я сказал, к тому и прибежал, если мне, конечно, не мерещится. Потому что вот этот вот туман вдали. Он, в принципе, тоже. Немножечко похож на это все дело. Я думал, это реально просто на карте туман. Оказывается, нифига. Это реально туман, смотри, везде. Везде, где я не открыл, вот он там. Интересно. Интересный поворот событий. Вот у нас вода. Здесь, возможно, есть кремний. Но это какой-то слишком маленький водоем. Поэтому, наверное, тут его не будет. Насколько я помню, это что-то более масштабное должно быть. Я промок снова. Они такие прям продолговатые. Уй, отстань. Продолговатые прям вот эти. Да в смысле? Ну сейчас-то тебе что не так? Продолговатые кусочки блестящие, белые, светлые такие. Вот здесь, возможно, будет. Да, это все-таки водоем. Мне не показалось. Вот здесь, возможно, это будет. Вот. Вот. Вот это кремень, да. Все, 10 у меня есть. Я собрал столько, сколько надо. Это камень. Это жаба. Пишет. А это камень. Кремень. Я еще соберу, потому что мне нужно как минимум топор сделать. Вот его здесь очень много. Он такой уже намытый, красивый, блестящий. Там вот какие-то острова дальше. При этом это, в принципе, не очень далеко, особенно если учесть, что там поуже, я так понимаю. Вот это устье водоема. И там у меня, в принципе, появляется... О, кремень. В принципе, появляется шанс попробовать сходить, посмотреть, что же там такое интересное у нас. Что же у нас там такое интересное? Куча ягод я брать не буду. Чего-чего ягод у меня очень много. О, кремень. Надо же. Даже у такого мелкого водоема, кремень, иногда, оказывается, встречается. Не так часто, как у таких вот крупных. Но тоже встречается. О, кремень. Хорошо. Хорошо, этот прямо передо мной появился. А, они прям реально... Да в смысле? Что же тебе не так-то, собак суту? Так, кремень я насобирал прям очень много. Это меня прям очень радует. Меня прям очень не радует, что как-то странно она работать стала. На стриме, вроде, получше было. Или мне кажется просто. Может быть, увлекся. Не заметил. Так, здесь я уже был, судя по карте. Там вот у нас какая-то вышка. А, это кайк-тюр идти нам туда. Но я, наверное, кайк-тюр не пойду пока, потому что... Бить мне его нечем. Мне надо хотя бы от опора сделать. А лучше, конечно, апгрейдить вот этот, на самом деле. Потому что этот, во-первых, проще изготовить. Этот, во-первых, проще изготовить. Во-вторых... Вот, получилось. Почему-то ничего не взял, по-моему. Во-вторых, он... Бляха. По ресурсам дешевле гораздо. Все-таки кремень это кремень. Камни его надо искать. Хотя, понятно, что он есть возле водоемов. Но до водоема надо добежать. Камни у нас есть прям сразу прям везде. Поэтому... Это слегка проще. Это слегка проще. По крайней мере, пока у нас нет апгрейд. А, подожди. Какой апгрейд? Стойка 2 нужна. Вот там у нас очередной домик. Это не тот ли случайно, который... Потемнело уже, да? Тут быстро. Не тот, и случайно, который с ульем. Нет, не тот, не дружат. Не тот, но он с интересной какой-то очень крышей. Я в укрытии. Не-не-не-не-не-не. А, я поменял. Вот так. С очень какой-то интересной крышей. Зачем-то? Я не знаю, зачем такие крыши строить. Плюс только в том, что он на одну единицу шире. На один квадратик, чем мой. И плюс в том, что он корректюр нашему немножко больше. Я больше говорю, ближе. Поэтому, возможно, есть смысл потом попозже переехать. Но я так понимаю, что поищем мы что-то еще более интересное. Потому что, ну, довольно простенькие дома пока что встречаются. Хотелось бы что-то посерьезнее, посолиднее. Я пока что никуда особо не побегу займусь крафтом. Тем более, что у нас уже потемнело почему-то. Хотя, вроде бы, только что было светло и дождик. И все. Очень быстро это все закончилось. Поэтому пока пойдем покрафтим. Попробуем стойку организовать. Попробуем что-то сапгрейдить немножечко. Мясо я взял. Мясо я не взял. Бег у меня улучшен. Хорошо. Бег это хорошо. Слишком далеко. Так. Ремонт чего-то у меня. Там ремонт факела у меня может быть. Нет, ремонт факела у меня не надо. Спасибо. Нет, у меня... Что-то еще появилось. А, дубина, наверное, да? Или молд. Где-то еще апгрейд появился. Ну, да не суть. Щит мне бы, конечно, взять. Стиль. В смысле, я стиль могу убить? Ох ты, да ты что, серьезно. Я понятия не имею. Зачем это? О! Тот самый стандартный, собственно, щит викингов. Давай. А тут стиля нету нигде, да, больше? Стиль одежды я не могу выбрать, да? Это как бы не надо. Мы же викинги. Хорошо. Так, давай попробуем организовать. Это, конечно, будет очень трудно, потому что у нас очень темно. Давай попробуем. Я вот так вот встану, прям направлю сюда. Крестовину. И попробуем организовать, собственно, вот эту вот у нас вещь. Я надеюсь, что она без проблем, да, она вписалась. Вот, у нас очень много всего появилось. Кожаный шлейм. Да, ты шутишь, серьезно. Где? Кожаный шлем. Шлем мне надо. Ага, 6 шкур оленя мне нужно. Броня плюс 2 у меня еще будет. Это хорошо. Это радует. 2 у меня уже есть, я так понимаю, да? Плащ и шкур оленя. Качество 1, прочность 400. А у меня прочность... Прочность 200. Вот в чем разница. В прочности у нас только разница. Стрелы появились очень интересные. Это хорошо. Мотыга. То есть я сажать могу еду себе. Хорошо. Апгрейд. Чего у нас там? Молот апгрейд. Что у него увеличивается? Прочность у него увеличивается. Качество 2, прочность. Холчевые штаны, да, мы вот это видели. 10 мне надо шкур, чтобы улучшить мою немножечко одежду. Я так понимаю, что и прочность они тоже... Да, на 50 улучшают и прочность. Но мне бы сперва... Каменный топор. Мне бы апгрейдить, но я не могу, потому что у меня камень. Один еще нужен. Я брать из сундука не буду, я... Выдумал вам холд. Согреюсь, пока буду искать камень. У нас просто рядом камни, поэтому... Я удачно остановился, потому что у нас постоянно здесь кабанчики. Поэтому я очень даже неплохо выбрал себе... Вот это вот стание. Минус только в том, что оно... От того самого Иктюра немножечко далековато. Хотя, может быть, это и не минус, потому что... После Иктюра кто-то будет дальше другой, следующий. Соответственно, возможно, в другом месте. Так, давай забежим. Давай. Да ты дверь, может, закроешь, нет? Да в смысле? Какой верстак? Вот, дверь. Так, верстак. Апгрейд каменный топор и молот я тоже могу апгрейд. Апгрейд молот мне не надо. Апгрейд каменный топор, давай. Апгрейд сделаем. О! Сразу. Тот, который у меня в руках, сразу же апгрейд. И сразу же при этом он починился автоматически. Хорошо. Пойдет. Удобно. Щит мне очень нужен. Деревянный. Я так понимаю, что он немножечко все-таки будет меня защищать. Давай сделаем. Мой предмет. А почему? Еперный театр. Ну, как бы я... Ладно. Я думал, каждый раз не надо выбирать, оказывается, надо. Четыре я могу взять. Да, вот я могу взять щит. Блок мышка 2. Хорошо, это интереснее. Давай щит уберем. Давай уберем факел. Давай поспим. Потому что очень темно. Попробуем поохотиться еще на оленей, потому что мне надо немножечко апгрейдить. Все, мое мне бы шлем, потому что защита мне очень нужна. Меня довольно быстро убивают. У меня закончилась еда, я не заметил, кстати говоря. Мясо я пока не ем, потому что оно нам понадобится на... В смысле? А, музыка пошла. Оно нам понадобится на врагов. Давай еще поспим. А, вы не можете соснуть. Все, я выспался. Я выдрыхся, как конь, суть по всему. А, да, светлеет, смотри-ка. Я на рассвете проснулся. Хорошо. Пойдет. Мне нужны оленей. Желательно не те, которые на улицах. Какой-то дымок от меня идет. Я прикоптился, что ли, пока спал? Это мы читали, да. Это мы читали. Что-то я разломал случайно по звуку. Но почему-то при этом собрать ничего не могу. То ли разломал... Ох, ты в смысле? Пять ячеек у меня. У меня пять ячеек выносливости теперь. Ой, как хорошо. Значит, мне нужно вот так вот сделать. У меня гораздо быстрее стало восстанавливаться здоровье. Я заслышал где-то оленей. Вот. Али. Прямо здесь. А их два. Скрытность растет. А я прямо на него иду, да? Он меня запалил, потому что. И второй меня запалил. Бревно меня не запалило? Ну ладно. Я буду за ними краситься. Я спрячусь за дерево. Сокрытность шесть. Ударить я не успел. Вы, может, остановитесь? Нет, ребятки. О, бежит. Hello. Да, в смысле? Да садись ты, может, нет? Ну, теперь я хотя бы его буду видеть. Я выгнал его на более открытое пространство. А, скрытность у меня тоже как бы... Ясно. Мне кажется, скрытность тоже выносливость немножко. Так, и банчики мне не надо. Хотя было бы неплохо, на самом деле, апгрейдить нашу. Одежду. Это я иду ему прям в харю. Мне надо его обойти. Мне надо его обойти. Аккуратненько желательно, потому что... Они издалека начинают палить. Они издалека начинают видеть. Так, вот я сбоку, я так понимаю, буду подходить. Он не сильно расстроится от этого. Здесь я постараюсь обойти. Скрытность у меня еще немножко выросла. Я даже говорить тиши стал, чтобы он меня не услышал. Есть. Даже несмотря на то, что он увидел мой замах. Добежать у него не получилось. Трофей взял. Хорошо. Трофей это хорошо. Шкуры две у меня. Шкуры мне, по-моему, нужно было семь, если я не ошибаюсь. Опа. Hello. Шкуры мне, по-моему, семь нужно было. Скрытность восемь. Да, в смысле? У меня сейчас закончится скрытность. Да, я, наверное, стану постою. Немножко... А, он меня увидел. Даже несмотря на то, что я присел перед тем, как пойти. Он меня увидел. Все равно, но я не вижу, куда он побежал. Я сразу же присел, на всякий случай. Нет, можно бежать абсолютно спокойно. Вот здесь, наверное, пчелы. Нет, и не здесь тоже. Странно. Я, в принципе, могу попробовать вот это вот дело разломать, чтобы оно просто не торчало, не мешало. Но, с другой стороны, нет в этом никакой нужды абсолютно. Нуждаясь в олене. А он меня, зараза, палит. Ищи, пошел куда-то далеко очень. У меня сейчас выносливость закончится, Дир. Хорошо, ты стой, давай, Дир. Повезло. Мясо взял, шкуру взял. Хорошо. Мясо 2 взял, серьезно? Да, мясо 2 взял. Три у меня шкуры уже. Еще 4. Я, правда, не помню, зачем. Шлем, по-моему, да? А, нет, не шлем, плащ. И что-то еще. На плащ там и кости нужны для его крафта. Скелеты. У меня, по-моему, 4. Есть, если я не ошибаюсь. И не из всех почему-то кости выпадают. Вот это почему-то опять... А, мир сохранен. Мир сохранен, поэтому слегка профризил. Вот так, я могу снова насытиться плодами земли. И я не вижу больше оленей. Оу! Здорово. Ребята, здорово. А я не к вам, собственно, шел. Вы в курсе, нет? Откуда они здесь втроем? Ах ты, шкат. Они какие-то странные. Они то бьют, то не бьют. Крид сработал. Не, Егор. Хорошо. Плохо. Да. Благодаря фризу я влип. Хорошо. А, этот обычный. Обычный, не страшный. Вот эти созвездочки, они, конечно, посерьезнее. Ну, топор мы затюнили, поэтому у меня теперь это немножко проще получается. Быстрее. Быстрее гораздо, на самом деле. Удара на два. Ну, как минимум на один. Еще я набрал всякого разного. А, на R, если мы нажимаем, это у нас он разоружается. Хорошо. Я не знал, я честно случайно нашел эту потрясающую ненужную функцию. Здоровье стало устанавливаться слегка быстрее. Мне вот интересно, я смогу стелсом-то к нему подойти, потому что они ворочаются довольно сильно быстро. Да. И тут я стелсом смог. Да, с гораздо более большой вероятностью, с гораздо более комфортным, так сказать, прохождением, теперь я могу бегать по игре, благодаря тому, что всего лишь на 5 единиц увеличил повреждение топора. Это классно. Мне очень не хватало этого на стриме. Я искал этот крафт, я искал его почему-то только через... Ух ты, опять туалет общественный. Искал его только почему-то через молоток. Подумал, что нам нужен верстак исключительно для того, чтобы что-то в доме строить, а не для того, чтобы вообще у нас что-то там появилось, какой-то апгрейд. Поэтому даже особо не смотрел, на самом деле. Смотрел только строительство. Оказалось, вот оно как. Оказалось, верстаки у нас... Можно... Так, их там много. В верстаке у нас можно... Создавать, апгрейдить. Ребятки вроде бы ко мне пошли, но при этом они меня... Все, они меня спалили. То есть сейчас я реально за три удара их бью, если успеваю в крит попасть. А так за четыре. Ну это я просто его цепляю, не бью, полноценно цепляю. Чуть больше ударов получилось. Так, олени я слышу. А блин, откуда вас так много? Беги давай сюда, слышишь? Я с тобой еще бегать буду. Вот это плюс большой топора, он очень хорошо откидывает. Я не знаю, почему все ходят с дубинами и прочим. Это странно, потому что у дубины откидывающие 25, у топора 50. И повреждений у дубины меньше. Зачем дубина вообще нужна? Возможно потом, когда мы сможем ее немножко апгрейдить, она будет гораздо более интересной. Но я сомневаюсь, что она догонит топор по повреждениям. Опа. Я спалился. Поэтому топор, конечно, гораздо более интересный предмет для использования в битвах. Несмотря на то, что вроде как это инструмент. Охоту я еще одну. Олень меня запалил, охоту я еще одну. Улучшил себя. Вот это я не знаю, зачем собираю. О, ягодки. Хорошо, спасибо. Ягодки это хорошо. Ягодки мне нужны. Опять сохранение мира, я так понимаю. Ягодки я взял, но прохлопал, куда убежал. Олень. А, вижу, вижу, вижу. Двоих даже. Вижу даже двоих. Скрытность у меня сразу же автоматически активировалась. Ооо, серьезно. Смотри, какой красавец. Так понимаю, если его мы схаваем, то это будет гораздо более круто. Жалко, конечно. Надо. Такова игра. Целеви, как говорится. Я его не вижу, он походу убежал. Нам не показалось, что он встал. Побольше не чувствует себя отдохнувшим. Сожалею, к сожалению. Это печально, я хотел сказать. Сказал, сожалею, к сожалению. Пчелки. Пчелки. Ух ты, в смысле? Это я прям на них стал, да? Я молодец. Мигает у нас вся еда, поэтому я еще раз закинусь вот этим всем делом. И попробуем мы все-таки поискать того оленя. Потому что мне кажется, что с него чего-то больше должно выпасть. Он типа как вожак. Самец. Поэтому должно что-то быть поинтереснее. Возможно, что-то новое выпадет. Мы какую-то единицу крафта новую откроем. Возможно, просто больше всего выпадет. В любом случае, интересно посмотреть. Вот это что-то. А, семена макои. В смысле, птица-то не пугай так, блин. Я не знаю зачем. Опа. Hello. Это вот эти вот наши. Пнеголовые здесь. Появляются вот эти вот штуки. Но я почему-то вокруг никого не вижу пока что. Что слегка странно, потому что они обычно отсюда вылазят прям пачками. Я помню, я к одной подошел на стриме. Несколько раз меня там убивали, несколько раз я. Загружался, прибегал заново. А тут вообще никого. Вообще никого абсолютно. В смысле? Мне кто-то есть все-таки. Шаман. Почему-то опять. А, потому что разломал. Шаман и брут. Брут. Брутальный такой дядька, короче. Вот что-то я взял, древное семя. Что-то еще я взял. Все. После этого можно от этих брутов валить, потому что шамана я не завалил. У него слишком нафига здоровья. А брут, он просто у него повреждение. Просто огромное. Нереально. Поэтому, я так понимаю, если я возьму факел. Да. Нет. А, нет, боятся. Смотри, они подходят ко мне. Работает, совет. Они боятся факела. Нет, они не боятся факела. Боятся, походу, только те, которые послабее. Либо это реально только ночью работает. Ну, с другой стороны, я все равно могу дать в чешки, потому что бегаю я довольно быстро. Вот эти вот ребята, которые посильнее, они бегают очень медленно. Вон он. Я всего лишь один раз втопил. Уже на целое поле я дальше. Я побегу к дому. Возле дома они меня не тронут абсолютно точно. Я уже так делал. Возле дома они разворачиваются и убегают. Там, типа, безопасная зона. Вот он от меня вообще отстал. Он меня потерял, походу, из вида. И потерял ко мне интерес, соответственно. Я так понимаю, что оленей я здесь больше не увижу. Тот красавец рогатый от нас убежал. А у меня пять, наверное, должно быть. Да, пять. У меня шкур, то есть стало всего две. Осталось всего две. А тут кто-то... А, тут кто-то помер. Это я просто не забрал с него ничего. Я подумал, что какой-то зверек новый появился. Оказалось, нет. Ягоды давай возьмем. Кусты. О! А, стой, куда? Вносливость. Постоим, восстановим. Вносливость немножечко. Оказывается, на колесико можно. Приближать, отдалять. В принципе, логично для многих. РПГ направленных стратегий. Это актуально. А это кабан, кстати. Не кабан не нужен. А это вот не кабан, кстати. А это бук нам показывает. Это грейдлинг. Практически полностью я снял у него хп, что странно, потому что написано, что... А, подожди, топор плюс три, да. На три по-жидень увеличивает. Здесь как раз вместо трех ударов я за один, грубо говоря, его убил. За один я его убил практически. Это нож. У нас повреждения у него на 10 стал свое. То есть, в принципе, в теории мне бы нож... Неплохо было бы закрафтить на такие вот случаи, если у меня удастся подкрасться, чтобы я мог действительно хорошее повреждение нанести. Потому что если у него повреждения будут хотя бы 15, на 10 уже, соответственно, 150. Это очень большие повреждения. Это очень здорово. И, наверное, сейчас я просто вернусь, потому что оленей здесь я не наблюдаю, а серия уже довольно большая получилась. Поэтому я просто вернусь, сохранюсь, и на этом мы пчелкам скажем до свидания. И обойдем их. На этом мы завершимся. В принципе, довольно познавательно получилось. Действительно, я пропустил верстак, и поэтому у меня были проблемы. Только исключительно из-за этого. Стоило чуть-чуть топор повысь в уровне, и сразу же все стало гораздо проще. Появились штаны. Мы уже не глазатые. Осталось только сделать шлем. И будет вообще хорошо. Хотя, честно говоря, я не сильно заметил, чтобы нам прям нормально стало от того, что мы одеты в плане защиты, потому что защита какая-то есть. С другой стороны, что там? Защита 1, защита 1. Соответственно, я так понимаю, что из 15 каких-нибудь 20 повреждений за раз нам отнимаются, собственно, вот эти две единицы. Поэтому ничего тут удивительного абсолютно нет в этом. Давай еще раз посмотрим. Кожаный. 6 единиц мне всего не хватило. Всего единиц мне не хватило. Для того, чтобы сделать, при этом я могу починиться. У меня много чего есть чинить. Факел не чинится у нас, это хорошо. В принципе, это неплохо. Еда заканчивается. Давай еще раз съедим, чтобы у нас уже все. Это было в порядке. И на этом я скажу тебе спасибо, рассмотрел или смотрел. Подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий, обязательно нажимай на колокольчик. Что в следующий раз, когда выходит Фальхельм, у тебя что-то пеликало. Походи по плейлистам, посмотри это видео еще раз сама или сам. Покажи это видео друзьям. Это поможет мне, соответственно, и тебе тоже. Я буду выпускать видео больше, чаще и лучше. Тебе они будут нравиться, ты будешь улыбаться, все будет хорошо. Дольше проживешь. Спасибо, мне потом скажешь. Всего хорошего. Пока-пока.